МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире дневной выпуск новостей. В студии Дина Жанубекова и моя коллега Булбул Халмурказе. Смотрите сегодня в выпуске. Чудо не случилось. Пострадавшая во время пенной вечеринки в Костанайской области девочка скончалась. Подробности в выпуске. Больше 10 тысяч казахстанцев находятся в розыске. В каких преступлениях их обвиняют? И в каких регионах страны чаще всего пропадают люди? Нелегально зарегистрировали больше 100 грузовых автомобилей из Европы. Как сотрудникам спецсона на протяжении двух лет удавалось незаконно оформлять документы? Начинаем выпуск. Девятилетняя девочка, получившая удар током во время пенной вечеринки в Костанайской области, скончалась. Информацию о смерти ребенка подтвердил главный врач детской областной больницы. Напомню, трагедия произошла 25 августа на центральной площади села Узунколь во время празднования Дня молодежи. Тогда девочку госпитализировали в районную больницу. По факту начали досудебное расследование. Сразу после ЧП заместителя Акима района уволили. В Генпрокуратуре назвали регионы, где чаще всего пропадают люди. На сегодня по стране в розыске находятся больше 10 тысяч человек. Из них без вести пропали свыше 2 тысяч. При этом, по данным ведомства, большая часть пропавших зарегистрировали в четырех регионах страны. В Алматы пропали 287 человек. В Карагандинской области еще 220 пропавших. В Павлодарской и Алматинской областях около 170 человек. Чаще всего пропадают мужчины от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах. Ушли из дома и не вернулись более полутора тысяч человек. Пропали с автотранспорта в 74. Кроме того, разыскиваются свыше 2 тысяч лиц, скрывающихся от следствия и суда. В том числе и те, кто совершил мошенничество, кражи и убийство, отметили в ведомстве. 142 ДТП произошло в Астане за последние сутки. В авариях пострадали три человека. Об этом сообщили в дорожной полиции города. В столице несколько дней подряд идут дожди и стоит туман, что затрудняет движение автомобилей. Рекомендуется неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал. Осторожность необходимо проявлять и пешеходам. Переходить дорогу в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося автотранспорта и не отвлекаться на гаджеты. А в темное время суток желательно использовать светоотражающие элементы, советуют полицейские. В Кукшетау сотрудники спецсона нелегально зарегистрировали более 100 грузовых автомобилей, завезенных из Европы. Об этом сообщили в агентстве по финмониторингу. Свою преступную деятельность группа лиц вела на протяжении двух лет. В результате незаконной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 700 миллионов тенге. По фактам начаты досудебные расследования, подозреваемые под стражей. В ходе следствия территориальным департаментом АФМ выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения города Кукшетау поддельных платежных поручений об уплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы. В Марокко продолжается спасательная операция по поиску пострадавших в разрушительном землетрясении. Число жертв уже превысило 2800 человек. По данным МВД страны, свыше 2500 человек получили ранения. В том числе около 1500 находятся в критическом состоянии. Сейчас идет разбор завалов. На помощь местным спасателям прибывают специалисты из других стран. Сейчас сотни жителей вынуждены ночевать на улице, так как оставаться в домах небезопасно. Напомню, землетрясение магнитудой 6,9 баллов произошло в Марокко в ночь с 8 на 9 сентября. В стране объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения. Казахстанцев среди пострадавших и погибших от землетрясения в Марокко нет. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбекс Мадиаров. Посольство нашей страны в Марокко работает в штатном режиме. Сейчас спасатели из разных стран ведут поиски оставшихся под завалами людей. В Марокко есть наше посольство и проживает более 30 казахстанских граждан. Все они живы, никто не пострадал. Со всеми мы находимся на связи. Среди пострадавших от землетрясения казахстанцев нет. В Ливии в результате двухдневного шторма Даниэль на востоке страны погибли 150 человек. По данным местных СМИ число погибших может вырасти до 250. Пропали без вести десятки людей. В строевне объявлен траур. Из-за наводнения пострадал археологический объект Кирена, внесенный в список ЮНЕСКО. Четыре крупных нефтяных порта остановили работу. Объявлено чрезвычайное положение. В закрытой школе, магазине установлен комендантский час. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. На прошлой неделе шторм обрушился на Грецию, Турцию и Болгарию. Пострадали десятки человек. Германия готова принять участие в развитии сельского хозяйства в Казахстане. В частности, немецкие компании могут поддержать поставкой агропромышленной техники. Об этом стало известно в ходе ежегодного мероприятия, на этот раз 25-го дня германской экономики в Казахстане. На традиционном форуме участвовались официальные представители двух стран, общественные деятели и предприниматели. На встрече была отмечена положительная динамика кооперации государств, в которой проявляется повышение инвестиционной привлекательности и расширение сфер сотрудничества. На данный момент у нас около 30 инвестпроектов действуют немецких в Казахстане. Общая сумма более миллиарда евро, примерно миллиард 200 миллионов евро. И что я думаю особенно ценно в том числе и для Казахстана, то что инвестиции распространены по разным сферам. Здесь происходит достаточно большой трансфер ноу-хау по технологиям, также создаются рабочие места. Говорили на форуме о новых возможностях взаимовыгодной кооперации. Сейчас две стороны обсуждают инвестпроекты в логистике, локализации машиностроения в горнодобывающей отрасли. Ставить смелые задачи позволяют результаты германско-казахстанского сотрудничества. Сообщается, что в прошлом году торговый оборот между странами вырос на 90%. Нашим успехом является постоянный рост товарооборота между странами. В этом году мы считаем, что он достигнет 10 миллиардов евро. В этом обмене участвуют полезные ископаемые со стороны Республики Казахстан, а также продукция германских предприятий, такие как автотранспорт для различных отраслей народного хозяйства и другие технологии. Мы хотели бы, конечно, чтобы эти отношения развивались и укреплялись. Свыше 600 заявок поступило в рамках бюджета народного участия в Алматы. В мегаполисе подвели промежуточные итоги масштабного проекта, цель которого – развитие и благоустройство территории районов города. Отмечается, что наибольшее количество инициатив поступило от жителей Житесуцкого района – 218. Далее идет Нурсбайский. От жителей этого района поступило 148 предложений, затем Алатауский – 124 инициативы. В основном предложения касаются строительства или ремонта детских и спортивных площадок и благоустройства общественных мест. Онлайн-голосование за самые приоритетные проекты пройдет с 13 по 23 октября. На этом у меня все. Не пропустите итоговые новости в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин